Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня по-прежнему зовут Катя. В сегодняшнем видео у нас с вами будет расслабление моей коллекции бронзеров, пудр и румян. Я не знаю, успею ли я вечером еще снять пролеты на все эти продукты, чтобы вы их увидели вблизи и сделать сводчи. Надеюсь, что я успею, потому что на самом деле продуктов я думала, что немного, но сейчас смотрю и понимаю, что достаточно, скажем так. Итак, мы сначала поговорим с вами о пудрах, потом о бронзерах, контурах и потом уже завершим это все румяшками. В любом случае, здесь будет большинство бюджетной косметики, если практически не вся она будет бюджетная. Я вам расскажу о своем опыте использования этих продуктов, пользуюсь ими или не пользуюсь, нравится, не нравится. В общем, обо всем этом я вам сегодня обязательно расскажу. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, оставьте комментарий, потому что все уже перечислено помогает подвижению моего канала и, как говорится, мотивирует меня. Поэтому обязательно подпишитесь перед началом просмотра, кнопочка должна быть не красная, а серенькая. Но уже после вашей подписочки мы можем скорее приступать уже к теме данного видео. Начнем мы, как я вам сказала, с пудр и хочу начать с той пудры, к сожалению, которую я поход забыла в студии. Хотя вроде бы я ее брала с собой, но в итоге у меня нет ее ни в какой сумке. Наверное, я очень надеюсь, что она осталась в студии, потому что это ходовая пудра, которую я использую в каждом макияже. Это пудра польского бренда, рисовая рассыпчатая пудра. В общем, очень крутая пудра, она недорогая. Я не помню, как называется бренд, не буду коверкать название бренда, я вам здесь ставлю фотографию. Очень, ну знаете, такая обычная хорошая рассыпчатая пудра. Она, в принципе, неплохо таки матирует кожу, вот если так сравнивать с другими компактными пудрами, в том числе, которые у меня есть. Она матирует неплохо пудру, она ложится очень тоненько, так знаете, невесомо, красиво, не уплотняет макияж. В общем, мне очень нравится ее использовать на клиентах, на себе, на других людях. За счет того, что, опять же, можно нанести ее тоненько, невесомо, и она неплохо матирует кожу. То есть, по сравнению со всеми другими моими пудрами, она матирует кожу лучше всего. Поэтому мне эта пудра очень нравится, и, в принципе, она у меня скоро закончится. Знаете, я даже подумала бы купить такую же пудру, а не пробовать что-то новое. Поэтому пудра мне понравилась, я бы покупку повторила. Теперь давайте мы перейдем к таким пудрам. Я бы сказала, что это обычные пудры, что для меня значит обычная пудра. Знаете, это такие обычные пудры, которые имеют оттенок, они компактные, их можно наслаивать, их можно нанести плотно. Мне такие пудры очень нравится наносить влажным спонжем на тон, и кожа такая, знаете, конечно, понятно, что это слой поплотнее получается. Кожа максимально такая получается, какая-то разглаженная, такая ровная, красивая, реально красиво выглядит кожа, как будто немножечко отфотошопленная. Но единственное, что не всем нравится такое количество косметики на лице, поэтому чаще всего я так делаю исключительно на себе. И начнем с пудры, которая мне неожиданно понравилась, это пудра Katkin, и вот после обзора я ее активно пользуюсь, на самом деле, ну как, активнее, чем другими. Я думаю, по состоянию рефила вы видите, что, да, такие активно я ее пользуюсь, потому что у меня здесь осталось ее, ну, прям очень мало, и прям... Во-первых, здесь самой пудры всего лишь 7,2 грамма, и она очень сильно пыльная, в основном такие пудры реально так пылят, значительно пылят, это может многим не понравиться. Мне пудра нравится, у меня в оттенке C01, она довольно светлая, не уходит она в какую-то яркую желтизну, или в какую-то такую розоватость такую выраженную, то есть, в принципе, мне нравится и оттенок, и мне просто нравится, она хорошо мотирует кожу, можно ее поднаслоить, я люблю этой пудрой что-то там подправить, почистить, и сегодня эта пудра на моем лице. Повторю ли я покупку этой пудры, я, честно, не знаю, потому что ничего у меня такого уникального нету, возможно, на скидках куплю еще одну такую пудру, потому что она меня, в принципе, полностью устраивает, и вот мне она пока что нравится больше всего, если вот мы будем смотреть в этой категории, так скажем, пудры, у меня их сейчас есть 4, то из 4 мне вот это нравится больше всего и по оттенку, и как работает, и меня все в ней устраивает, поэтому, возможно, куплю еще одну такую пудру. У нее есть такая какая-то немножечко сатиновая, знаете, вот прям блесочек, вообще не видно, она выглядит матовой полностью, но при этом, когда ее долго, упорно наслаивать, появляется какое-то небольшое, как будто сияние изнутри. Пудра гламбе, от которой я избавляться не буду, просто потому что я ее уже допользую, ее здесь не так много осталось, учитывая, что, в принципе, хочется допользовать. На самом деле, мне эта пудра, она очень похожа на каткин, но это обычная пудра, она довольно такая плотная, она имеет оттенок, ее можно плотненько наслоить, я такое, в принципе, люблю, как вы можете понять, но все равно, вот сколько прошло времени после обзора, она все равно как-то пахнет, она все равно как-то пахнет, у нее такой довольно ярко выраженный аромат, здесь 7 грамм, в общем, тоже, ну, вообще, ничего особенного в этой пудре нету, я ее допользую, но, возможно, немногим понравится такая пудра, потому что, вот, если мы возьмем вот эту вот рассыпчатую пудру польскую, она намного лучше мотирует кожу, но при этом слой, который ложится на кожу, за счет того, что она рассыпчатая, прям минимальный, то есть она не дает какой-то плотности, но мотирует лучше, чем, например, вот эти вот 4 пудры, которые я вам сейчас буду показывать и показываю. Более плотный слой получается за счет и оттенка, и то, что ты можешь наслаивать, но при этом мотирует, это все намного так меньше, чем обычная рассыпчатая пудра. Далее пудра L'Oreal Infiable, у меня в оттенке 020 Ivory, мне не нравится оттенок, он мне не подходит, он какой-то сильно розовый, ну, в общем, очень отличается от него оттенка кожи. По поводу того, что это тон в формате пудры, ну, в принципе, предыдущую пудру тоже можно найти как тон на самом деле, то есть это на самом деле не то, чтобы что-то уникальное, это обычно такая вот пудра в этом жанре. Что могу сказать? Как тон в формате пудры, я ее не использую, только потому, что когда ты наносишь эту пудру, сначала немножечко лицо стягивает, потом отпускает. В принципе, у меня кожа склонна к жирности, особенно в т-зоне, поэтому мне эта пудра нравится, как она выглядит на коже, как она ложится, она, в принципе, может перекрыть какие-то недостатки. Но есть небольшой минус, это то, что она, вот, я ее как бы беру много, правильно, чтобы все перекрыть, и в итоге на эту пудру все последующие, опять же, сухие какие-то продукты не ложатся, они просто не крепятся, как-то начинают пятнить, где-то наслаиваются, где-то не наслаиваются. То есть я не использую эту пудру как тон, только исходя из того, что потом уже последующие сухие продукты ложатся не настолько классно и круто, как обычно. Конечно, можно сказать, что можно взять спрей, попшикать спреем, нанести сухой продукт, конечно, это можно сделать, но зачем мне это делать? Мне легче взять тон, нанести тон тонким слоем, пудру тонким слоем, и нормально нанести контур румяна, который будет держаться нормально целый день. То есть зачем мне... Ну, я не хочу, если честно, использовать какие-то еще спреи дополнительные. Опять же, если мы говорим, ну, не у каждого дома есть спрей для фиксации макияжа. И пудру я использую просто как пудру. Я беру очень легко набитую кисточку и припудриваюсь, и все. То есть, ну, она такая плотненькая, даже поплотнее, чем предыдущая. То есть это для меня самая обычная пудра. Lamelle Studio Skin. В общем, вот эта пудра, она меня уже так давно. На самом деле, хочу ее выбросить, потому что как-то рука к ней вообще не тянется. Тут осталось немного, надо допользовать. Здесь оттенок, кстати, приятный. У меня в оттеночке она 402 Light Beige. Здесь 12 грамм. Оттенок, на самом деле, приятный. Он не сильно в розовость уходит. То есть такой. На мне смотрится он адекватный. Не смотрюсь, как какое-то розовое лицо, знаете. Обычно это уже пудра, как и все предыдущие. Там заматируют немного. Но, опять же, такая довольно ярко выраженная. Вот у нее есть пигмент. Она вам добавит плотности макияжа. Если того забудете, будете носить очень много и долго наслаивать. Это все она сделает. То есть, ну, опять же, в принципе, пудра окей, нормальная. Я такие пудры люблю. В минеральной пудре от Art Deco. Кстати, в прошлом году это был моим фаворитом. Как видите, у меня еще эта пудра есть. Она почти закончилась. Вот она очень тоненькая. По сравнению с предыдущими пудрами, она вот прям... И послочит, что-то будет видно. Она очень тоненькая. Прям вот тончайшая пудра. Эта пудра, на самом деле, мне кажется, вообще для кого она может подойти. Это минеральная пудра. Также, если у вас очень жирная кожа и вы любите матовое лицо, мне кажется, скорее, эта пудра не для вас. Она вам не понравится. В том плане, что она не очень хорошо вам заматирует кожу. То есть, опять же таки, если мы говорим про матовую кожу, то вот, наверное, из всех пудр, которые у меня есть, рассыпчатая пудра, она лучше всего заматирует. Эта же заматирует очень слабо. Ну, то есть, я ее могу нанести уже через полчаса, у меня выступит какое-то сияние и блеск. Может быть, через час. Если летом, ну, если зимой, ну, возможно, да, подольше. Эта пудра очень хорошо подойдет, мне кажется, для кого сухая кожа, потому что она ложится максимально тоненько на лицо. То есть, я поняла, что мне не хватает в этой пудре иногда какой-то плотности покрытия, что есть, к примеру, вот в этих всех четырех пудрах. То есть, там ты можешь взять немного, оно все сильно пылит, и вот, окоп, пару раз прошелся, и все отлично. Здесь же я часто эту пудру наслаиваю и так дальше. Но мне эта пудра, если честно сказать, нравится тем, как она ложится на кожу. Она ложится очень тоненько на кожу. Так, знаете, очень невесомо. Несмотря на то, что это компактная пудра, похожее покрытие выдают рассыпчатые пудры. То есть, прям тоненько, максимально так равномерно она ложится. Очень красиво выглядит с ней кожа. Это пудра от LN Pro. Минус за то, что все, как видите, очень легко стирается. То есть, все, что останется, это у вас бежевая упаковка. И знаете, наклейка, что это LN Pro. Эта пудра мне нравится. Я ее использую на клиентах. Я сейчас ее привезла в свою студию. Она блюрящая пудра. Это моя, в принципе, так скажем, первая блюрящая пудра. За ее цену мне она, честно, понравилась. Это как финишная пудра. Поэтому этой пудрой я не пользуюсь в плане мотирования, какого-то закрепления. Это чисто финишная пудра. То есть, когда я в конце заканчиваю макияж лица, я беру очень легенькую кисть, набираю эту пудру и прохожусь по всему лицу, как будто его заглаживая и приглаживая. И мне очень нравится финиш. Такая кожа немножечко такая получается, такая лоснящая, такая какая-то, знаете, сразу отдохнувшая, свежая. Особенно возрастную кожу мне нравится эта пудра. Но только нужно учитывать, что в ней есть оттенок и есть как бы плотность. Поэтому сильно я не набираю, потому что у меня было такое, что я сильно набрала и почти, знаете, там легкий контуринг перепрыла. Такая ой, ой, знаете. И последняя пудра в этом видео это Makeup Obsession. Это их матирующая бейкинг пудра. На самом деле, это такая, знаете, очень сатиновая запеченная пудра, которая именно имеет прям себе такое открытое сияние. То есть она прям такая сатинистая, она придаёт сияние. Я вас чаще всего использую эту пудру, как, знаете, закрепление под бровью базы, чтобы она была не такая липкая, чтобы легче тушевались тени. Вот прям на лицо я наношу редкого. Если наношу, то чисто, так знаете, на периферию, на скулы. Если, к примеру, мне когда-то придёт человек на макияж и скажет, я не хочу хайлайтера, я его не люблю, то я просто нанесу эту пудру, как хайлайтер, потому что яркого сияния она вообще не даёт, но при этом кожа будет не матовая, а более такая, как знаете, подсвеченная хотя бы немножечко. Давайте начнём с контура. Ну, на самом деле, это румяна, но многие в своё время использовали вот этот ламель оттенок 404, таупка, контур. Мне не нравится сам оттенок, текстура продукта, ну, типа, нормальная, обычная, средняя пигментация, можно наслоить, можно растушевать, но мне не нравится оттенок. Он такой какой-то странный, что-то у ламель как-то с контурами, вообще что-то не ладится, то они зелёные, с зелёным подтоном, то они какие-то, вот здесь, знаете, очень лиловый подтон. То есть, если на мою кожу, и не только на мою, это всё как-то я хочу под наслои делать насыщенные скулы, то в какой-то момент я увижу, что они у меня уже такие, знаете, какие-то не коричневые, не холодные, а какие-то лиловые. То есть, как будто реально у меня лиловые скулы. Какой-то подтон здесь есть такой, которые мне не нравятся, и чисто исходя из этого, я буду исправляться от этого продукта. Далее контур у меня матовый от Color Intense. Что вам о нем сказать? Здесь 12 грамм. Мне нравится, в принципе, что мне здесь нравится. Он довольно такого холодного оттеночка, я не знаю, честно. Вам, наверное, на всю жизнь может хватить этого контура, потому что у него абсолютно, знаете, такая непыльная текстура. Он очень такой сухой, вот прям как камушек, очень сухой, но при этом контур, знаете, я бы сказала, что непростой, то есть иногда получается нанести без пятен, иногда он начинает пикнить, то есть к нему нужно немножко приспособиться, но я его себе оставлю, буду его использовать на себе, чисто буду его использовать на себе, поэтому я его оставлю, но, скажем так, это не мой самый любимый продукт, вот это, что там нужно под наслоить, там надо где-то потушевать, с ним надо немножечко бумбом потанцевать, мне не очень нравится, но сам оттенок приятный, он такой холодненький, в принципе, но не подойдет прям всем-всем-всем, то есть если вы немножечко смоленькое, там немножечко не белоснежка, чуть потемнее, возможно, на вас он будет как будто не контур, а как будто немножко вас и выбеливать. Бронзер, который, я сейчас не знаю, избавляться от этой палетки или нет, это палетка iHeart Revolution, у меня в оттенке light, и здесь у нас в каждом рефильме 4.5 грамм, если я не ошибаюсь, если все правильно понимаю, здесь есть хайлайтер, хайлайтер мне не нравится здесь, честно, вообще, мне нравится мне здесь хайлайтер, он какой-то миловой, ну, есть хайлайтеры получше, назовем это так, он золотистый, но сама текстура хайлайтера мне не нравится. Мне не нравится сам оттенок, текстура, пигментация, очень похожа на мой любимый бронзер от Revolution, мега-бронзер, который я вам покажу, я просто обожаю этот бронзер, здесь та же история, очень пигментированно это все, то есть надо быть аккуратными, надо, так знаете, ну, я уже со временем чувствую этот продукт, я уже знаю, сколько мне надо его набрать, вот прям с рефилой, чтобы я могла это спокойно растушевать. Очень он пигментированный, что может многим не понравится, то есть это реально так пигментированная история, но тут оттенок сам по себе неудачный, это очень рыжий бронзер, очень рыжий бронзер, хотя я люблю что-то рыженькое, но это прям очень рыжая, то есть единственное, как этот бронзер смотрится адекватно в этом оттенке, когда ты наносишь контур, потом нанесешь румяна, хайлайтер, и потом сверху бахнешь бронзер, так смотрится более-менее нормально. Это контур Сик от Ламель, Медуза, наверное, я буду от него избавляться, потому что мне не нравится оттенок, я раз тоже пробовала на других, не нравится мне оттенок, он не подойдет всем, он какой-то очень зеленый, в нем какой-то такая зеленца есть, и, ну, эта зеленца откровенно не подходит всем, во-вторых, мне не нравится его запах, вот все же не нравится мне этот запах, я уже, честно, не могу вам сказать, чем он пахнет, не понимаю. Он вроде бы и не вонючий, знаете, вот этот момент, когда он не воняет, что тебе аж мерзко им пользоваться, но он пахнет как-то ярко, какой-то корицами, как будто пахнет пряной, ну, не знаю. В общем, скорее всего, во-первых, мне не нравится сам продукт в том плане, что он очень какой-то малопигментированный, то есть я его нанесла, растушевала, как будто я ничего не наносила, как будто реально ничего на моем лице не было. Я начинаю наслаивать, опять пигментации не хватает, то есть какой-то, мне не хватает в нем пигмента, так он тушуется нормально, но и оттенок сам по себе не очень. То есть если бы оттенок был классный, вряд ли бы я его оставила, потому что мне не нравится степень пигментации в этом продукте. Контур от Рилуи, у меня есть еще один такой дома, который я разбила. Это оттенок, в единственном он есть оттенке, 0,1 универсальном. Тут, конечно, 5 грамм, так маловато, он довольно быстро заканчивается, но мне очень нравится этот продукт. Я все равно к нему возвращаюсь. Текстура такая приятная, у него средняя пигментация, его можно и поднаслоить, можно его потушевать, то есть мне все в нем устраивает. Я к нему очень привыкла, мне он очень нравится. Вот видите, у меня крышечка такая затертая, потому что я продукт в крышку вырабатываю. Очень нравится. Вот именно такой очень хороший ходовой оттенок. Он не сильно серый, не сильно коричневый, вот какой-то, знаете, очень такой гармоничный, очень правильный оттенок, как это можно назвать. Вот в плане оттенка мне очень нравится. Единственное, что если вы очень смугленькая девочка или такая, знаете, потемнее, вам может не подойти этот контур, потому что на вас он будет смотреться очень как-то серым, либо серой светлой полосой, либо очень как-то высветляет, то есть не будет хватать в нем для вашего цветокожей глубины. Бронзер от Hoola мне нравится, он находится у меня тоже в студии, очень нравится. Вот он тоже рыжеватый, но он не настолько смотрится как-то белый, как, к примеру, контур от I Heart Revolution. Вот именно тут он такой рыженький, хороший, пигментированный бронзер. Если у вас есть желание, средства, можете его тоже попробовать. Обычный хороший бронзер, он когда-то был очень таким нашумевшим и известным, я купила себе миниатюрочку попробовать. Правда, хороший, очень пигментированный, здесь есть удобненькая кисточка в наборе. Этой кистью мне очень нравится себе кот, носик вот такой, поконтурировать, и скулки. Удобная кисточка, если честно, и удобно брать его с собой, тут даже зеркальце есть, это такая мини-версия. В общем, мне нравится бронзер. Это моим самым новым бронзером от Hian. Здесь у нас есть бронзер и хайлайтер. Я купила эту палетку после того, как просмотрела видео Daryl Wave. Очень хороший бронзер, хайлайтер ужасный, просто отвратительный, и мне не нравится, что здесь есть хайлайтер. Если бы здесь не было хайлайтера, было бы шикарно. А мне, что нравится в этой текстуре, что бронзер вообще не пыльный. Он как, знаете, Color Intense, очень такой, как камушек твердый, но при этом он набирается намного лучше, чем Color Intense. Очень такой интересный оттенок. Я тоже могу этим бронзером себя отконтурировать. То есть, для меня это, ну вот, скорее как не бронзер, а как контур, но при этом мне очень нравится этим бронзером проходиться по блондинкам, светлокожим девочкам. Вот, я сделала контур я потом беру этот бронзер, мягкую кисть и начинаю как бы бронзировать лицо. Мне очень нравится, как выглядит именно на светленьких девочках. Просто без какой-то излишней рыжины. Здесь нету чего-то такого рыжего. Он такой, знаете, чуть холодноватый бронзер. Ну вот прям хорошо смотрится. И также здесь есть немножечко блесочек. То есть, тут такая, знаете, сатиновая текстура. Это Catrice Sun Glow бронзер. Это матовый бронзер. Здесь 9,5 грамм. И от этого бронзера я, скорее всего, буду избавляться. Я его кому-то отдам. Я, знаете, рука к нему вообще не тянется. Вот как и к этому iHeart Revolution. Но iHeart Revolution как-то хочется дать второй шанс. По своей текстуре он как бы пигментированный. Немножечко такой, знаете, рыженький. Если бронзер от iHeart Revolution прям оранжевый, какой-то прям рыжий, Catrice такой, знаете, рыженький, но поспокойнее. У него оттенок не такая прям явно какая-то рыжая. Богиня. Первый румяна это от Kiki W Beauty. Сначала я, как помню, они мне не очень понравились. Такое, что-то такое непонятное. Такую текстуру не очень люблю. Но я к ним приглашилась. Мне нравится их использовать в работе на таких более холодных девочек. Если я делаю тоже холодный макияж, я беру вот эти румяна. У них очень такой приятный оттенок. Немножечко, знаете, не теплый, не персиковый, такой розоватый, такой с холодинкой какой-то есть. В общем, оттенок очень даже прикольно интересный. И за счет того, что у меня подобных прям оттенков точности в коллекции нету, избавляться от этих румяна я прям не могу, потому что в работе довольно частенько я их использую, поэтому именно по этой причине они находятся у меня в студии. Далее, моя любовь, это опять Riuie. Это румяна, это румяна вообще, которую я купила, знаете, себе попробовать. Купила еще и розовый, думаю, наверное, гамно какое-то. Я в тот период еще румяна не любила, это самое начало моего канала. И в итоге эти румяна привили любовь к румянам. Вот настолько сильно мне они понравились и меня впечатлили. Это оттенок 42 Pink Lily. В этих румянах есть легкий сатиновый такой отблеск. Я очень их люблю использовать в работе. Единственное, что надо купить новые, потому что видеоупаковка не самая презентабельная, либо это как-то что-то подклеить. очень хороший оттенок. Они придают легкое сияние и они очень такие как будто малопейментированные. То есть это те румяна, которые ты наносишь, ты прям ярких румян не видишь, но они очень хорошо освежают лицо. Это прям вот мне очень нравится такой продукт. Я его люблю использовать на других в клиентском макияже. Очень тоненько ложится, текстура особо не подчеркивает. Если, ну, конечно, не наслаивает до какого-то, я не знаю, ну, если не оставит тысячу слоев, если немножечко, знаете, нанести, взмахнуть на щечки, сразу вообще, в общем, образ освежается, лицо становится свежее, но при этом нету каких-то щек там персиковых, ярких, либо вот каких-то розовых. То есть такие, знаете, румяшки, типа их нет, но эффект они дают очень красивый. Это румяна в тоне 202. Здесь тоже надо подклеить, потому что здесь у нас рефил выпадает. надо подклеить. Здесь у нас два оттенка румян. Я их, в принципе, смешиваю, я больше всегда залажу в части, там, где более коричневые румяна. Мне, конечно, больше нравятся предыдущие, здесь они по пигментированию, оттенок более так ярко передается, но тоже текстура нравится, немножечко сатиновые, очень оттенки есть, много разных у них, приятные, и тоже стоят, недорого, бюджетные, но тут не очень много грамм, но в принципе, как видите, румяна пока у меня не закончились, хотя я предыдущие довольно часто использую. Эти тоже очень красивые в плане оттенка и того, как они лежат на коже. Также румяна от LN Pro у меня в оттеночке первом находится в студии румяна, просто потому, что они у меня целые, потому что те, которые дома, они что-то у меня какие-то начали биться, поэтому они у меня лежат чисто дома, потому что, мне кажется, я их в студии могу очень легко разнести и разбить. Очень такие яркие румяна, они очень пигментированные, они очень яркие, здесь мало грамм, но расход у них будет очень такой, знаете, минимальный, они очень яркие и пигментированные. Я в основном их взяла для того, чтобы использовать либо на глазах вместо теней, либо в каких-то ярких макияжах в качестве румяна, то есть, это не что-то, что я буду нанесить, скорее всего, на невесту или на человека, который придет ко мне и скажет, я хочу максимально нюдовый и легкий макияж, то есть, они довольно такие яркие, но очень сильно выглядят, очень интересно и очень красиво. В этом плане Лен ПРО реально молодцы. Тенок 103 ПИЧ, это более персиковый румяна, они у меня, как видите, такие, знаете, немножечко побились, вот просто начали как-то биться, крошиться и вот просто, знаете, такое ощущение, как будто у меня эти румяна лежат на булочке и как-то сами бьются, рассыпаются, очень странная история, какие-то, наверное, еще были подбиты рефил, и когда вот приехали ко мне, в общем, такая история начала происходить, то же самое, очень пигментированные, очень яркий оттенок, это не что-то такое, естественно, незаметное, это такие довольно яркие румяна, эти более персиковые, 104 более такие холодненькие, так скажем, более розоватые. Недавние, новая коллекция Moonrise от Lamelle, очень-очень люблю эти румяна, у меня они прям полюбились. Единственное, что у них отдушка очень яркая, пахнет, как я говорю, освежителем воздуха, как будто, это, ну, знаете, нет, это как будто мужские какой-то духи, знаете, какой-то одеколон, с немножко таким морским каким-то аромат, не знаю, ну, вот у меня какая-то такая ассоциация, такой, знаете, мужик, такой чистый, помытый, вышел из душа, и напшикался одеколоном каким-то, знаете, с мыслью в том, что он хочет на море. Настолько у румян приятная муссовая текстура, просто вау, ну, я думаю, все уже поняли, что умель умеет делать румяна, пора теперь умель заняться контуром, тем более, что новая коррекция вышла в контур, я уже заказала, сегодня заберу с почты, мне очень интересно, надеюсь, там не будет ничего зеленого, оттенок будет поадекватнее, потому что очень хочется, потому что у умель продукты, в плане для лица, очень даже бывает часто интересные. Также у меня есть румяна медуза, румяна, в каком оттенке, 401 этот стик, скорее всего, я их оставлю, хотя сейчас, вот здесь мне запах очень нравится, какой-то фруктовый, легкий, персиковый аромат, очень нравится, ну, на других я его не буду использовать, но на себе, возможно, и буду использовать, в общем, я их оставлю, потому что, в принципе, текстура, аромат меня устраивает, но, честно сказать, мне больше нравятся какие-то муссово-жидкие румяна от LMA, чем в стике, в стике мне просто как-то неудобнее, что ли, пользоваться, ну, в общем, я их оставлю, потому что, как-то, ничего плохого в них нет, ну, ничего, какого-то вау, тоже нет, фрукты румян LN Pro, ну, не знаю, как они мне не подарились изначально, так они мне и сейчас не очень нравятся, есть такая же, наверное, претензия, как и к стику от LMA, то, что ты, вроде бы, наносишь растушевал, вроде бы, ты что-то нанес, но толком не видно ярко румян, то есть, что-то такое очень легкое, невесомое, и мне больше нравится, в любом случае, были там сухие продукты, кремовыми, я сейчас стала пользоваться очень редко, и надо как-то почаще пользоваться на себе и на других, но в любом случае, вот такое, знаете, вроде бы есть, а вроде бы нет, мне такое, что-то вот, мне очень нравится, также у меня есть кремовый румяна от LMA, Color Hypnotic, я их оставлю, мне не понравились, они мусовые, но здесь не настолько текстура приятная, как у LMA, то есть, здесь они как будто застывшие и растворяются, когда ты пальчиком, знаете, начинаешь вот к ним притрагиваться, а у LMA, и они, знаете, как будто пудровые, вот эта вот текстура как будто пудровая, ты начинаешь сразу растушевывать, будто чувствуешь пудру, у LMA тоже похожая текстура, новой коллекции, но там прям палец проваливается, они настолько мусовые, как будто сливочное масло, очень приятная текстура, здесь мне нравится, как ложится румяна, как они держатся, они, в принципе, не приподнимали мне ни разу тоны, бы не расслаивали, и они более розоватые, если у LMA более такой персиковый потом я купила, то здесь они более розоватые, но я их оставлю, меня не, в принципе, устраивают по тому, как это все выглядит, как это все наносится, и как это все лежит, поэтому этот продукт я тоже себе оставлю. Еще я помню, что у меня были еще жидкие румяна, скорее всего, они в студии, я забыла с собой взять, у меня есть стик от Top Face, мне нравится этот стик, вот тут меня не устраивает пигментация, и как это все растушевывается, единственное, что это не контур, а именно такой, знаете, как бронзер, там вот прям рыжеватый оттенок, это, я вас понимаю, не как контур, а как бронзер, вот, взяла студию, хочу просто попробовать на других использовать, и румяна, которые мне тоже очень нравятся, это румяна T.R.O. с оттенок из серии Your Secret, кстати, новая коллекция, которая вышла, я купила палетку вот эту Санда, я купила базу под макияж, и я купила контур, так вот, тюбики очень напоминают как раз-таки Your Secret, это румяна Color Intense, скорее всего, я от них буду избавляться, просто потому, что, ну, как-то я ими не пользуюсь, не знаю, они матовые, тут такая же текстура, ну, они более пыльные, чем контур, видите, я прямо начала наносить, более пыльные, оттенок приятный, и нанести можно, прям такие они розоватые-розоватые, ну, не знаю, как-то я ими не пользуюсь, у меня есть другие продукты, которые мне нравятся, типа более, ну, вот, в общем, как-то так, знаете, не очень мне нравятся эти румяна, они не ужасные, они там не отвратительные, они нормальные, их можно нанести красиво, можно с ними прекрасно ходить, с щечками румяными, но, честно скажу, просто не пользуюсь, скорее всего, я отдам своей сестре, потому что у нее как раз румян нету, либо отдам своей маме, потому что мама очень любит румяна, румяна Кат Кин, которые, что-то непонятное, румяна-хайлайтер, сейчас это больше напоминает румяна, просто потому, что верхний золотистый слой снялся, и теперь, когда ты наносишь этот хайлайтер, но при этом хотя бы какая-то румяна у вас есть, но вот, я думаю, по случаю вы увидите, вот это румяна от Кат Кин, но это просто как хайлайтер, и я любила летом наносить эти румяна, знаете, сверху, вот я нанесла уже полностью, все лицо оформила, и наносила, как будто хайлайтер румяна, знаете, так сплошной линии наносила, и немножечко, будто и румяности появилось, и очень это все блестит, и от них избавляться не буду, потому что иногда я ими пользуюсь на видео, и мне иногда такой эффект нравится, конечно, очень редко, потому что, если здесь было, не было таких крупных блесток, а было прям такое, очень такое сатинистого сияния, назовем это так, то это еще полубеда, но здесь прям такие крупные блесточки, и на щеках моих, которые и так выделяются, видите, когда я начинаю немножечко блестеть, у меня и так щеки, знаете, выделяются, если еще такое нанести, то изменяюсь, у меня сначала зайдет щека в какую-то комнату, а потом уже мои глаза, и пошло-поехало, понимаете, как бы мне такое не нравится, это румяна Color Dream от Makeup Revolution, ой, что-то, знаете, я вообще, когда я их заказывала, я ожидала другого оттенка, они у меня тоже очень давно, я их забегаю наперед, оставляю, потому что очень часто в каких-то марафонах или каких-то Color Makeup я их люблю использовать, хотя сейчас, в принципе, есть замена, это Ellen Pro, в общем, очень такой яркие, они очень пигментированные, они такие, знаете, если в Ellen Pro оттенок прикольно смотрится, потому что румяна какие-то неоновые, какие-то необычные, то вот эти румяна, мне сам оттенок не до конца нравится, но меня часто эти румяна выручали, если честно, поэтому я их оставлю, у меня палеточка от Makeup Obsession румян, здесь у нас на самом деле все румяна такие ржеватые, ну и тут нету чего-то розового и поросящего, кроме первых румян, у меня здесь раздражают вот эти первые румяна, потому что они сатиновые, они какие-то некрасивые, это как румяна Каткин, поняли, просто оно такое сияющее, как хайлайтер, только Каткин если такое золотистое сияние, то здесь прям розовое поросячье сияние, но возможно когда-то и буду использовать, но вот эти три оттенка мне в принципе нравятся, я люблю смешать оттенок Bloom и Daydream, в общем я люблю смешать вот эти два оттенка румян, потому что они такие не сильно рыжие, и получается очень симпатичные румяна, возможно я их заберу к себе в студию, знаете, что я вам забыла показать в бронзерах, мой самый любимый бронзер от Makeup Revolution, давайте я вам сейчас его покажу, упаковка выглядит отвратительно, я даже подумываю купить новый бронзер, от этого избавиться чисто потому, что на упаковке уже очень страшно, это оттенок 01 Cool, это мега бронзер, здесь целых 15 грамм, здесь очень много грамм, и ну видите, что дырочка потихонечку становится больше, но тут очень много грамм, ребят, реально очень много грамм, у меня этот бронзер наверное уже год, и как бы видите, очень много грамм, но когда он закончится, я себе куплю 100% еще один такой, я не знаю, у меня настолько понравился, я его настолько люблю, вот сегодня еще раз повторюсь, поверх всего кремового контура я нанесла этот бронзер, я его обожаю, это моя любовь, любовная, это моя просто звездочка, обожаю этот бронзер, у него очень ярко выраженный аромат, это минус, но он у меня уже с прошествием столько месяцев выветрился, почти полностью, единственное, что не покупайте революшн в Еве, потому что, ну просто, я когда зашла в Еву, увидела революшн, я сначала обрадовалась, когда я посмотрела на цену на тот бронзер, я была просто в шоке, ребята, он в магазине стоит, блин, больше 350 гривен, вы чего, я не понимаю, откуда такие цены в Еве, 350 гривен, вы что гоните, ну реально, ладно, 200, тем более, что в других магазинах, я прям выставляла историю, потому что меня прям это очень удивило, потому что в других интернет-магазинах, ну 130 гривен, ну 150, где-то вообще 100, но я его покупала за 130 гривен, какие 350, я бы сказала, что он рыжевато-красный, на самом деле, я в нем в упор вижу какую-то небольшую краснинку, поэтому мне этот бронзер нравится использовать вообще самостоятельно, то есть я им делаю контур, им бронзируюсь и как будто румяна добавляю, то есть мне прям очень нравится вот бронзер, а-ля все, в нем есть небольшая сатиновость, он так хорошо, знаете, делает холеную, красивую кожу, немножечко такую сияющую, мне это в принципе нравится на данный момент, очень любит этот бронзер, мне нравится, как этот оттенок смотрится на мне, он очень пигментированный, он очень пылит, он очень пигментированный сам по себе, но я к нему привлечилась, я к нему научилась как-то пользоваться, первый хайлайтер, который попадается мне под руку, это Белор Дизайн, это их хайлайтер Смайл Тонберл, у меня в оттеночке 0.1, там довольно-таки, знаете, интересные оттенки, ну такие, знаете, которые не подойдут далеко всем, это запеченный такой хайлайтер, мне в принципе нравится, я его использую, как вы понимаете, в работе чаще всего на себе нет, но слишком он для меня деликатно сияет, я люблю поярче макияжа, я люблю, ну вот, все поярче люблю, то есть, это вариант не для меня, даже когда есть настроение на что-то нюдовое, то я все равно предпочитаю что-то поярче, чем этот хайлайтер, очень в нем сатинистое такое сияние, знаете, в нем нет вообще отдельных блесток, это равномерное такое сияние, то есть, в нем крупных блесток вы вообще не найдете, это такой очень легкий сатин, но прям хороший хайлайтер для тех, кто не любит чего-то яркого, часто в клиентском макияже я могу использовать этот хайлайтер, далее хайлайтер, который я уповянула, это хайлайтер The Balm Mary Luminizer, я очень люблю этот хайлайтер и на себе, и на других, вот в клиентском макияже я его очень часто использую, если я еду делать макияж, куда-то на выезд, я беру его, всех невест практически, которых я красила, они были с этим хайлайтером, клиенты, которые ко мне приходят на макияж, почти всегда с этим хайлайтером его полят на лице, очень люблю этот хайлайтер, да, он стоит не очень бюджетно, он стоит, где-то его можно купить за 350 гривен, где-то, я его брала за 450 гривен, но я не жалею этот продукт, которым я пользуюсь, который нравится, который отрабатывает свои денежки, поэтому какого-то разочарования я вообще не испытываю, в этом хайлайтере очень тоже он красиво так сияет, очень так легко, такой шампань, знаете, такая шампань, хайлайтер от Боби Браун, конечно, Мэри Луминайзи тоже у меня в студии, как и хайлайтер от Боби Браун, вот эта вот малышечка, блин, сегодня она мне хайлайтер Боби Браун, который я нанесла поверх хайлайтера кремового Ламели Мунрайз, очень люблю этот хайлайтер, он мне очень полюбился, он стоит, конечно, значительно дороже, учитывая, что это миниатюрочка, здесь 4 грамма, и 4 грамма я купила, что ли, там за 700 гривен, то есть, такая цена, на самом деле, дорогая, то есть, даже выгоднее, мне кажется, купить полный размер, потому что полный размер стоит 1000 где-то 200, а там, как бы, грамм намного больше, но очень красивый хайлайтер от Боби Браун, здесь, я думаю, вы увидите, увидите затертости, очень мне он нравится, это такой розовый хайлайтер с розовым сиянием, я прям смешиваю полностью всю текстуру, здесь есть такие немножечко блесточки покрупнее, то есть, он поярче, чем предыдущие хайлайтеры, но такое красивое сияние, такое побогаче, но он тоже в клиентском макияже у меня часто используется. Дальше, хайлайтер Revolution Glam Mirror Illuminizer, очень красивая упаковка, отчасти я купила его из-за упаковки, я его себе оставляю, он у меня тоже есть в студии, очень красиво он сияет именно при вечернем освещении, вот когда идешь по вечернему городу, очень такое, какое-то влажное сияние он дает, это тоже розовое такое сияние, розовый хайлайтер, он стоит довольно дорого, и тут такой Боби Браун, мой 4 грамма такой, здравствуйте, но это тоже не бюджетный хайлайтер, хоть 10 грамм, но он стоит где-то свыше 300 гривен, где-то 350 примерно он стоит, то есть, вы знаете, так не бюджетный на самом деле, но он красивый, он сейчас стал более сухим, потому что раньше, если вы посмотрите мое первое видео расхламление, то он прямо так проминался, вот прямо проминался, сейчас его тоже можно так проминать, так скажем, промять немного, но это уже сделать сложнее, если мы будем сравнивать с хайлайтером Боби Браун, этот более розовый, чем Боби Браун, хайлайтера Ланнин Копирайт, тоже находится при enable студии, очень тоже люблю этот хайлайтер, именно в оттенке пикси, то есть, собственно говоря, это тут хайлайтер, где иidy ра, эта дыра становится все больше и больше, здесь в каждом рефеле 4 грамма, если я не ошибаюсь, да, в каждом рефеле 4 грамма, у меня есть уже запасная, лежит запасной хайлайтер, единственное, что мне нравится очень сильно у Ланнин Копирайт, но не единственное, но то, что нравится, что все самое время было по своему любимому хайлайтеру серии филы можно достать можно купить отдельно рефил один и вставить это удобно на самом деле потому что если бы это продавалось исключительно палетка то ради всей палетки платить там он стоит ну хайлайтер тоже стоит очень дорого то есть где-то я их покупала свыше 500 гривен то есть ладно копирает такой небюджетный бренд если честно то есть не пять копеек стоит в любом случае покупать ради одного хайлайтера все остальные я бы даже задумалась покупать были ну вообще покупать ли мне я бы наверное искала какие-то похожие оттенки в других брендах а так можно купить один заменить вот это очень нравится это очень удобно поэтому вот этот оттенок зеленый мне очень нравится такое равномерное сияние дает у этого зеленого прозрачная подложка если у других и у голубого в принципе если у других где-то может вывести подложку то у зеленого нет такое равномерное сияние очень красиво так отражает вот это зеленца видно патрисия лидо эта серия малахит это тот вариант бюджетного хайлайтера которому стоит присмотреться в оттенке у меня сто первым а пользуюсь им довольно редко хотя сам значок патрисия лидо у меня затертый просто потому что у меня есть другие хайлайтеры которые мне просто нравится немножко больше но этот ни в коем случае не плохой у меня он с розоватым потоном очень красивый хайлайтер опять же таки не подчеркивается особо текстуру он не прям такой равномерно в нем есть чуть-чуть отдельные блесочки но это не смотрится как-то бульгарно очень красиво и на клиентах я его когда-то использовала и на себе его иногда использую в пане бюджетного хорошего крутого хайлайтера это реально классное приобретение в любом случае что и упаковка магнитная и выглядит все красиво солидно и зеркальце есть и сама текстура хайлайтера очень хорошая то есть как такой базовый хайлайтер очень на самом деле классный каткин хайлайтеры в оттенке c01 я вас как всего заберу в студию потому что на себе ему редко использую он голубоватый я выбрала намеренно понимаю что я редко им буду пользоваться потому что ну опять же я больше люблю либо что-то зелененький хайлайтер либо какие-то розовенькие либо такие золотистые оля шампанского оттенок то я его заберу в студию потому что скоро ждет нас что-то креативное яркое поэтому там я хочу использовать на моделях этот хайлайтер в любом случае он такой очень голубенький хорошенький может оставлять полоску по моей памяти если носит очень много если нанести его легко полоску не оставить сиять будет красиво тоже такое есть равномерное сияние есть брюс очки покрупнее то сияют от знаний типа ярче хайлайтер от дум и очень достойный хайлайтер это серия od color hipnotic он дуохромный он до хроме немного в розовый то есть он такойaleb göindefo глинки но в нем есть розовый такой до хром океана это такой яркий розовый хайлай My Elapная розовый ярко выраженный хайлайтер но такого прям до хромно то есть он такой зайanken беленький но при этом Heights от розового. Такой дуохром еще к нему присутствует. Есть аромат, можно нанести без полоски. Очень хороший вариант яркого бюджетного хайлайтера. Я очень надеюсь, что Глэмби посмотрит это видео и выпустит что-то зеленого плана. Если бы у Глэмби еще был такой зеленый хайлайтер, голубой, то есть такие цветные хайлайтеры, это было бы очень круто. Хайлайтер от Глэмби это Galaxy. Вот эти, их не хайлайтеры. Очень довольно яркие хайлайтеры, прикольные. Они очень яркие. Могут полосить, оставлять полосы переборщить. Если нанести легким слоем, то полос не будет, но будет очень яркое сияние. Они прям отражают. Честно, я не знаю, оставлять ли их себе или буду избавляться, потому что я ими пользуюсь очень редко. Сейчас у меня есть хайлайтеры, которые мне нравятся намного больше. Но они неплохие, они классные. Можно добиться яркого сияния. Я насчет этих хайлайтеров скорее подумаю. А от хайлайтеров Ruby Rose я скорее буду избавляться. Хотя они у меня подзатертые. Это палеточка. Мне когда-то ее дарили на день рождения. В общем, тут уже все затертое. Хайлайтеры Ruby Rose. Оттенок четвертый, как я понимаю. Пудровые хайлайтеры. Мне очень нравится здесь вот первый вот этот розоватый хайлайтер. Он очень красивый. Они немножко миловые, эти хайлайтеры Ruby Rose. Но они сияют очень ярко. И вот этот первый оттенок очень интересный. Он прям чуть-чуть доохромный. Он какой-то золотисто-розовый. Ну прям классный хайлайтер. Но сейчас эта и формула немножко подустарела. То есть он такой реально немножечко миловой. Сейчас можно найти что-то поинтереснее и получше. Поэтому я буду от него избавляться. Возможно, кому-то отдам. Вот это вот Moonrise от Lamed. Честно, жалею, что купила. Я как бы, знаете, так подозревала, что я буду редко пользоваться хайлайтером. Но упаковка, повторюсь, ну вот грязная. Она засратая. Я пыталась это все протирать. Аккуратно открывать. Не переворачивая. Это все равно все засорается. Мне это не нравится. Он как будто подтекает. С него как будто что-то такое, знаете, жирное подтекает. Он как будто у меня внутри расслаивается. Потому что сегодня перед тем, как его использовать, я его открыла. И он как будто у меня расслаился. У меня было отдельно как будто водичка. Короче, не знаю. Честно, для такой текстуры хайлайтера вот эта баночка это было не самым лучшим решением, если честно, для ламель. И также, что мне не нравится, то, что сам хайлайтер не самый лучший. Он очень такую, ну, оставляет ярко выраженную полосу. Такая вот палеточка хайлайтеров. Я ее оставляю себе, потому что я ее толком там нормально не пробовала. Здесь мне не очень нравятся вот эти два хайлайтера. Что-то по оттенкам не очень понятно. Хотя вот это, кстати, интересный оттенок. Вот это, ладно, нормальный оттенок. Меня здесь интересуют два оттеночка. Золотистый, который очень ярко выглядит, и какой-то такой мраморный оттенок. Вот такие хайлайтеры. Я их оставлю, я их хочу еще раз пробовать, попробовать. Особенно вот эти два меня интересуют. Золотистый я пробовала, мне понравился, надо еще другие попробовать. Моя сейчас любовь, мои самые любимые хайлайтеры. Спасибо большое девочкам, которые, как говорится, открыли на меня ламшоп. Очень люблю эти хайлайтеры, ламшоп. Светловка, я не знаю, как называется, честно, польские, не знаю, не буду коверкать. Очень классная палетка. У меня есть отдельный обзор на канале на эти хайлайтеры. Вау, 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 вау. Это лучшие для меня хайлайтеры. Я думаю, вы видите, что рефилы многие затерты. Особенно этот, мой любимый, неожиданно стал. И вот этот. Красивые, очень крутые дуохромы. Розовый хайлайтер, вот этот мне нравится меньше всего, потому что в нем ярко выражена какая-то зеленая, серая подложка. В других такой подложки в принципе нету. Золотистый часто использую на каждый день. Это розовый блесток, это яркий хайлайтер, это реально розовый блесток. Ее можно нанести максимально равномерно, но в принципе мне этот розовый блесток очень нравится. Этим хайлайтером пользуюсь очень редко. То есть на каждый день чаще всего я беру вот этот хайлайтер либо вот этот. Этот хайлайтер такой, знаете, беленький, но в нем есть массу разноцветных блесток. Какие-то розоватые, голубые, зеленые, то есть тут прям смесь разных блесток. Он выглядит таким, знаете, издалека выглядит морозным, но если присматриваться, просто там такое количество каких-то нереальных блесток, это просто вау. Опять же, такие, вот такой фиолетово-розовый доохромный хайлайтер, который не оставляет полосы. Вы реально доохромите как какой-то, я не знаю, счастливый единорог, но при этом полосы нету. Это что-то такое голубо-зеленый хайлайтер. То есть единственное, что тут как бы, знаете, прям зеленого хайлайтера нету. То есть тут все в доохромах. Это, безусловно, красиво смотрится как тени. То есть если это для вас очень ярко, вы можете использовать это как тени, это лучшие хайлайтеры. Если эта палетка будет с дыра, а скоро здесь будет дыра, я буду очень переживать и плакать. Я буду заказывать еще раз эту палетку, когда она у меня закончится. Единственное, что текстура это прям хлопушки, рыхлая текстура. То есть вы набираете кистью, все летит. Все в блесках, палетка в блесках. Ну, я уже научилась наносить так, чтобы у меня хотя бы все лицо не было в блесках. В плане нашего распространения, к чему мы с вами пришли. Я избавляюсь от хайлайтера Ruby Rose, румяна Color Intense. У меня стик от Lame, румяна тоже от Lame, который как контур я использую. И бронзер от Catrice. На самом деле я избавилась не от многих продуктов, но все же. Я довольна, что показала вам эти продукты. Надеюсь, что вам было полезно это видео, что возможно вы нашли какие-то подметили для себя какие-то классные, бюджетные или не очень бюджетные продукты. Напишите, у кого из вас есть те продукты, которые я показывала. Нравятся они вам или не нравятся. Если вам понравилось это видео, оно для вас было полезным, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. Все вышеперечисленное меня безумно сильно мотивирует и помогает при движении данного канала. В любом случае, скоро нас ждут новогодние праздники. Но я вам желаю всего самого хорошего. Желаю, чтобы вы были счастливыми, красивыми, радостными, больше улыбались. Я уверена, что каждому из вас улыбка к лицу и вы увидите с улыбкой намного круче, чем без нее. Поэтому улыбайтесь чаще. Каждый из вас, каждый из вас, каждый из вас. Вы очень красивые, прекрасные. Я в этом уверена. Поэтому будьте себе увереннее, любите себя. Желаю вам быть счастливыми. И встретимся очень скоро в следующем видео. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok